Добрый вечер. Возможно, вы уже устали и наполнились историями. Всем хорошо? Никто сознание от духоты не теряет? Мне немножко душно. Но мы приспособимся. Эти истории из Бхагавата Пурана, которые вы слышали, они вообще из Пурана. Они включают в себя все ведические знания. Знания передаются различными способами. Есть различные методы получения знаний. Есть знания, которые получаем при помощи восприятия органов чувств. Это просто. Да просто как делают дети, как любой человек осваивается в какой-то новой среде. Он просто прибегает к органам восприятия. Это глаз, обоняние, касание, слух, язык. Пробует на вкус что-то. И так он изучает мир. А затем мы учимся мыслить над тем, что мы видим, слышим, воспринимаем и платформа философии. Как правило, когда мы говорим о знании, это какие-то навыки практические и философские какие-то доктрины, углубления мысли. Но над этим есть более высокий уровень, уровень творчества. То, что нельзя передать при помощи философии, сухой логики, можно выразить при помощи метафор и настроений. Например, музыка, поэзия. И эти философские тексты, они могут оживать в творчестве. Еще выше этого находится духовная деятельность, игры. Вот вы и слышали сейчас, игры. Это не всегда можете писать философия, но они глубоко научные. Все то, что вы слышали, это глубоко научные произведения, это наука. И сейчас она приоткрывается в нашем мире, в нашем измерении человеческом, при помощи этого знания, Пуран и духовных учителей, которые могли бы объяснить все эти возвышенные лилы истории. Лила означает игра. И, собственно, это то, что делают дети, то, что мы с вами тоже хотим, хотим так прожить жизнь, чтобы это была такая захватывающая, интересная, красивая игра. Счастливая. Игра – это деятельность, приносящая счастье, увеличивающая радость, поддерживающая энтузиазм, вдохновение, славу и знания. И, может быть, мы могли бы и назвать нашу жизнь игрой, но только одна вещь мешает применить это название к нам. Как вы думаете, какая? Страдание. Когда мы говорим об игре, там отсутствует страдание. Именно вот это отличает игру от вот этой суровой действительности жизни, так сказать. И вот сейчас мы слышали лила, это игры различных воплощений, потому что там нет и тени страданий в этих воплощениях. И что, о чем же говорят эти игры об одном и том же, что гордость, зло будут побеждены. Обязательно. Я сейчас вспомнил стих из Бхагавадгиты, где Кришна говорит, «Арджуни, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Невозможно. И гордость разрушает все плоды аскезы, все плоды учености, все плоды накопленных богатств, наших усилий. Разрушаются посредством гордости. Гибнут цивилизации, гибнут семьи, гибнут общества, гибнет личность, если она взращивает гордость. И деятельность взращивания гордыни означает деятельность, приносящая страдания. Или на санскрите «ви карма», где я руководствуюсь только своими желаниями, не забывая о том, что вокруг меня такие же полноценные живые существа, гордость заставляет меня думать, что я выше других и лучше других, и имею право причинить насилие и любящими чьи-то интересы ради собственной выгоды. Об этом говорят Пураны. И когда такая деятельность заполняет весь мир, приходит аватар. Нисхождение Драмачандра, или Вараха, или Нарисимхадев, или Курма, или Мацья. Много-много их. Огромное, бесконечное количество. Ветах можете увидеть в Пуранах так много-много писаний, низшествия аватаров различных категорий. И иногда приходит Бхагаван Сваям, Сам. Знаете, да? Есть Сам, есть Зам. Вот есть Сам. Он сам может прийти сюда. В истории о Бирбале Акбаре, Акбар это великий мусульманский правитель Индии. Его почитали как святым царем, очень праведным царем. И у этого падишаха, императора, был советник Бирбал Индус. Не превзойденного разума, поэтому держал при себе его как друга и соратника. Представьте себе. Вот такой уровень был у них отношений. Хотя разные были религиозные направления. Но они иногда по-дружески с ним спорили. И Бирбал не соглашался с чем-то или доказывал какие-то вещи Акбару. Поскольку он был очень мудрый, Акбар очень ценил любой урок Бирбала. И однажды Акбар сказал, слушай, Бирбал, вот какая-то у вас у индусов религия странная все-таки. Я не могу понять. Ну, почему этот Господь ваш приходит сам, чтобы защитить своего преданного? Какой смысл это? Он всемогущий, у него, знаете, столько энергии, столько слуг вообще есть. Зачем самому приходить? Смешная у вас религия, Бирбал. Зачем всемогущему Богу приходить самому, утруждаться? Ну, как Акбар, ну, понимаешь, но это любовь. Ему приятно самому защитить своего преданного. Ну, посмотри, Бирбал. Вот я император. Если я кого-то хочу защитить, я могу послать слугу. Зачем же мне самому это делать? Я не понимаю вашего Господа, ей-богу. Бирбал сказал, ну, я докажу тебе это. Чуть позже. Ну, докажи. И всегда Бирбал придумал какие-то целые сцены, истории, заговоры, иногда даже при дворе, чтобы доказать что-то Акбару. В этот раз он договорился с придворными, сделали копию куклы внука Акбара, маленького ребенка-мальчика. По обыкновению, каждое утро выносили гулять на руках нянька в сад дворцовый. И как раз в то время, когда Акбар заседал со своими советниками, и он в это время выходил на балкон, немножко посмотреть на внука, помахать ему рукой и снова вернуться к работе. Так было практически каждый день. И там же был большой чистый бассейн. И Бирбал пошептал на ухо придворным, сделали точную копию куклы внука Акбара. Этот придворный вышел с куклой Акбара гулять в сад. Издали Акбар не заметил подделки. Он вышел на балкон, улыбнулся внуку, помахал рукой. В это время слуга с ребенком на руках поклонился Акбару и выронил куклу в бассейн. Этот камнем на дно. Акбар выскочил, выпрыгнул с этого балкона, на лету снимал с себя корону, мантию, оружие. Ну, вытащил своего внука и увидел, что это подделка. Что это означает? Мокрый, злой был, встревоженный. Я просто тебе доказал, как Господь спасает своих преданных. Что это значит? Бирбал, объясни мне. Но посмотри, ты же падишах. Зачем ты бросился в воду сам? Ну как, что значит сам? Это мой внук. Как я мог смотреть на это? Ну, у тебя было много слуг вот там в саду. Ты мог любому бы сказать? А, я теперь понял тебя, Бирбал. Твой Господь разумен, да. Я понимаю. Есть любовь. Яда, яда, хит, армася, гланира, бхавати, бхарата, пьютанама, дармася, тадатманам, цриджами, ага. Говорит, я перехожу сам, чтобы защитить праведников. Время от времени. Время от времени так происходит. Что же, в наше время мы слушаем эти пураны и мы узнаем из них. Не философски, смотрите, как интересно. Через историю, через вкус, через творчество узнаем, что есть духовный мир. Нам нравится это. Можете даже не верить в это, но вам понравится это. Духовный мир, красота. Представьте себе духовный мир. И вы удивитесь, что вы все представите одну и ту же самую картину. Не сговаривайте. Можно даже очную ставку устроить. Да, мы проводили такие тренинги уже с большим количеством людей. Вы никогда не видели духовного мира? Нет, не видели. Вы никогда о нем толком даже подробно не слышали? Нет, почти ничего не слышали. А вы представьте его. Он есть в вашем сердце, в ваших нереализованных желаниях. Представьте, все ваши желания, как там реализовываются в духовном мире? Что же это такое? И вы увидите его в своем сердце, говорится, если сердце чисто. Не те желания, что мне нужно убить кого-то, здесь застрелить, чтобы получить какую-то сумму. Или пригрозить кому-то, реконтролировать. Нет, нет, нет. Желание сердца в глубине. Здесь же у нас клуб свет и любовь. Поэтому давайте с этой точки зрения, с этого угла зрения посмотрим свое сердце. И эти пураны как бы дают нам возможность медитации. Не философские доктрины, медитации. Мы можем почувствовать, как сердце раскрывается в этих историях, в этих слушаниях, в этих потрясающих эпизодах, герои, желанные герои нашего сердца, оказывается, проявляются прямо здесь. Это то, что мы хотим видеть и слышать. Один святой сказал, что Инди до сих пор тоскует, представьте, уже миллион с лишним лет, тоскует по Господу Раме. Потому как он управлял обществом. Какой это был царь. Рама Раджья. Они когда вспоминают, плачут. Где же наша Рама? Где же наша Рама? Когда сталкиваются с несправедливостью. Этот идеал до сих пор живет миллионы лет. Такой чистый, идеальный. Это Пураны. Пуранические произведения. Это очищает сердце и разум. Мы знаем, что есть духовный мир, есть, конечно, материальный мир, но он тоже не так просто. Много измерений, много различных планет, много живых существ. Есть демоны, есть полубоги, есть ракшицы, есть различные виды жизни, есть аватары, есть кинары, есть гантарвы, есть якши, есть пешачи. Вы знаете таких? Знакомо лично, нет? Я уверен, что они существуют, просто я даже не могу опираться на свой опыт, то, что я видел это все, я мог и не видеть все этого, но я знаю из книг и из истории Пуран о природе этих живых существ и о том, как Вселенная поддерживается этим разнообразием. Как на планете Земля, сколько живых существ? И они все поддерживают нашу жизнь вместе. И насекомые, и растения, и рыбы, и водоплавающие, и люди, и животные, они все вместе поддерживают эту жизнь, вместе, и даже не знают об этом. У каждого совсем другие интересы, не так ли? Спросите, собаку, она поддерживает жизнь Вселенной вообще? Она думает об этом. Да если даже человек и спросите, он может не думать об этом. Он может, я просто хожу на работу, зарабатываю, ем там, стираю белье, я какую Вселенную поддерживаю? Если спросите, какой-нибудь суслик, он скажет, то же самое, я Вселенную не поддерживаю, я просто тут ем зерно и все. Какая Вселенная? Ну на самом деле, если вы ученый, вы понимаете, нет, 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 тут смысл совсем другой, то есть полная целость существует, ом, пурнама, дах, пурнама, даам, то есть все это вот Вселенское знание в пуранах переносится. Оно не является достоянием Индии или России или Америки или кого-то еще. Это знание Вселенского масштаба. Веда. Веда. В России тоже есть веда, я сказал об этом одному ученому, американскому религоведу известному. Он серьезный ученый. Он не знал об этом, что в России есть русские веды. Хотя я изучал индийские веды, но он первый раз услышал от меня, что есть русские веды. Я говорю, разницы практически никакой нет. Информация тот же самый, объем информации разный только. А суть знаний изложена та же самая, даже термины многие совпадают полностью. Джива – это жизнь на санскрите. И Джива – богиня есть в русских ведах. Тоже означает жизнь. Сворочишь, ша, слепительное сияние брамана на санскрите. Есть божество, сворочишься в русских ведах, означает слепительное сияние. Тоже самое. Мы слышали о Кришне, о Вишну? Да. В русских ведах вышень, крышень, то же самое. Те же самых демонов он убивает Путану. Путана есть в русских ведах и в индийских ведах. Правда, Камса почему-то по-другому. Кащей назван. Если в индийских ведах Камса, то она Кащей. Ну, какие-то различия есть. Все русские сказки я нашел в ведических произведениях тоже. Как добро побеждает зло, вот как человек должен жить, чтобы ему повезло, должен другим помогать, любить, свет и любовь, ходить в клуб регулярно, слушать Пураны, настраиваться на такой образ жизни, как игра, как счастье, знаете. И говорится, что эти лилы, они побеждают даже смерть. Даже в момент смерти можем вспомнить эту лилу. Знаете, во что верит человек в момент смерти? он непостижим. Его вера полностью проявляется в этот момент. Знаете, почему? С вами случалось такое, что это с вами уже было? Как вы думаете, вы уже раньше умирали? Или первый раз вам предстоит умереть? Веды говорят, вы сменили много тел, прежде чем достичь человеческой формы жизни. Это привычное дело, умереть. Нас с вами хоронили на всех кладбищах мира уже. Просто мы этого не знаем. Но мы думаем, что эта жизнь одна единственная, последняя, не так ли? Первая и последняя, одноразовая, так сказать. Есть одноразовый пакет такой, разойдите, выбрасывайте, все, он больше не нужен. Но веды утверждают, что жизнь вечна. Жизнь не имеет причины. Жизнь божественна, жизнь духовна. Жизнь происходит от жизни не из химических веществ. Я вкратце расскажу еще одну историю из Пурана, из Боговата Пурана. Боговата Пурана, она отличается от всех других 18 Пуран. Боговата Пурана это чистейшая Пурана. То есть только трансцендентное знание описывает Боговата Пурана. Ни тени материальных качествам нет. Это лучшее, лучшее пособие для приобретения духовного знания и навыков. Речь идет об описании райской планеты, горы Мрикута. Сначала описывается в Пуране гора Мрикута, ее размеры. Примерно насколько я помню это была чуть меньше нашей планеты это гора. И у подножия было озеро. Вот такая грандиозная картина на одной из планет Вселенной. Можно увидеть на высших планетах. Мрикута. И поскольку это райская гора, то там описывается несколько страниц на санскрите описывается что же там растет, кто там живет из живых существ, и целое описание, какие там прекрасные деревья. На высших планетах каждое дерево что-то дает ценное. Некоторые известны фруктовые деревья, которые описаны там, некоторые неизвестны нашему опыту, описаны там. И так же описывается это прекрасное чистое озеро, где вода подобна нектару, поскольку это райский уровень. Берега этого озера были не из песка, были гранул драгоценных камней, райский уровень. И вода на вкус была сладкой, как мед. Ну, не совсем наш мед. Наш мед быстро надоедает. Сколько вы сидите? Ну, пол-литра максимума. Если аллергии не будет, если выживете. Но ту воду можно было пить бесконечно. И насыщаться вкусом, жизнью, энтузиазмом, жизненной силой. То есть настоящая вода. Структурированная. По-настоящему структурированная вода. И там цвели лотосы, которые пахли на несколько миль вокруг. Такие естественные духи. И там такие были жители, которые проходили мимо и тоже перебивали запах лотосов. Не потом, нет. Не то, что бьет в нос, и вы не знаете, куда деваться от запаха. У нас такое случается на этом уровне. Нет, там пот означает нектар. Это же райский уровень. Медицируйте на рай, пожалуйста. Забудьте про землю вообще. Мы сейчас с вами в раю уже, у горы моряку, тут огромное озеро, и там много этих красивых деревьев райских, там такие прекрасные кущи, как будто их кто-то культивировал, знаете. Но они сами растут так, что ни один дизайнер мира не может себе представить. Садовый дизайнер. Там цветок цветку, и они еще и разговаривают, перешептываются. Представляете, как-то сами договариваются, планируют это все и делают. Каждое живое существование как произведение искусств, человек ли это или животное. И описывается, что там жил царь слонов Гаджендра. О нем то и пойдет речь. Гадж это слон. Индра царь Гаджендра. Вы представьте, райский слон, какой он гигант, какой он красивый, какие у него клыки, какой голос. Что любят слоны делать? Работать и пить вино. Знакомая вам привычка? Здесь на земле слонами становятся люди, которые любят эти вещи. В следующей жизни, если вы культивируете работу и отдых, вы становитесь слоном в следующей жизни. Я видел, как слоны работают на стройках в Индии. В записи. Мне удалось видеть запись, как они умело строят конструкции вместе с людьми. Я был подружен тем, что они прекрасно понимают, как все это делать. И работают сообща. Четыре слона могут согласованно работать на стройке, например. Это отличается от того, что делают лошади, а осел, когда вы просто их вот так вот, и они просто везут и остановятся налево-направо. Очень просто. слон может участвовать в строительстве очень сложной конструкции. Он понимает замысел человека. Он достаточно разумен, оказывается. Я был очень этим удивлен, когда увидел эту способность слонов. Это хороший, квалифицированный рабочий, который любит пить и работать. Этот слон, он гордился своей силой, он был самым сильным из слонов. Представьте, родиться в раю слоном. Кому кого-то есть такая карма хорошая? Я думаю, у него было гораздо больше хорошей кармы, чем у нас с вами. И он гордился своей силой. Знаете, если вы получаете такую силу и красоту, вы тоже гордитесь этим. Ну и по праву. Это не ложная какая-то гордость. Вы на самом деле красивый, сильный. А что тут скрывать? Это же факт. Посмотри на себя в зеркало, какой красивый. Я какой сильный. Все могу показать. есть чем гордиться. И слон очень гордился, поэтому он бегал по лесу просто бесцельно. Как просека. Эти деревья, дизайны разрушал. И даже эти райские слоны, тигры или львы, они просто избегали его. С этим слоном лучше не связываться. Обычно лев сильнее слона, но не этот слон. Нет, нет, нет. С львы, и он еще любил пить медовуху. Деревья в районе все сочатся медом. Здесь видели липа? Ну, московские липы не очень. Вот на юге липа, с них тоже с листьев иногда сочится мед. Видели это? Вот, видите, есть подтверждение факта, я не солгал. Липа, липа, просто листья сверху как будто намазаны медом. Дерево источает такой вот мед. Вот на райских планетах деревья прямо с них льется этот мед. И потом он бродит какое-то время, получается медовуха. То есть ручьи медовухи текут. Там из коры и листьев из ветвей просто сочится мед, образовывают такие пруды и медовухи. Хотите в рай? Ученые обнаружили в космосе целое облако спирта. Ну, по нашим измерениям большой океан этилового спирта, но далековато. Так вот это описывается, где-то есть океаны молока. Ну, мы сегодня про медовуху говорим. И вот он ломал деревья, показывал свою силу и пил медовуху всю свою жизнь. Вы знаете, когда пьете что-то, алкоголь какой-то, вы еще более уверенно становитесь в себе, правда, еще сильнее. И так еще больше наслаждаетесь жизнью. Так он направил время. И стая слонов, его семья, она очень гордилась гендерой. Чувствовали, что они под защитой. У нас хороший лидер, хороший вождь, настоящий президент. С ним мы будем пить медовуху всю жизнь беззаботно. И никто нам не навредит, даже львы и тигры. И вот однажды в таком настроении, радостном, возбужденном, героическом, Гадженте прибыл на берег озера Морикуты. И вообще пьянел от восторга, увидев этот простор, эту воду нектара, лотоса, эту воду поднял такой шум, волн, кричал, наслаждаться жизнью. Я самый сильный здесь я, самый счастливый здесь я. Но забыл одну вещь, что на дне этого озера жил огроменный крокодил. Он очень редко показывался наружу. Он был человеконенавистником. Самоизоляция называется. Он не любил этот мир, хотя жил вроде странно, вообще как он попал в рай, вообще непонятно. Попал, но в теле крокодил, вот такого странного крокодила, который даже в раю завидовал. Он думал, этот гад Джендра забыл, кто тут хозяин. Я накажу его. Это мое озеро. Я здесь хозяин, я здесь главный. что позволяет. Вот пока гад джендра так наслаждался водой, купанием, крокодил спокойно потолк ему с подъема. Схватил его за ногу, за переднюю стопу. Такой силы гад джендра не ожидал. Что это означает? Я самый сильный, я такой уверенный, и я уже по горло в воде. Эта сила причиняет боль и тянет меня в воду дальше. Нет, я сильный, я не поддам, все он стал бороться. Но вот в чем беда. Будьте внимательны. Из этого извлеките урок. Даже если вы слон, в воде вы слабый, найдите свою среду, где вы сильный. Найдите место, соответствующее вашей природе, и вы станете очень сильным человеком в жизни. Если вы даже крокодил, но вы на суше, вы перед слоном слабый. Но если вы даже слон, но вы в воде, перед крокодилом вы тоже слабый. Слон силен на суше, а крокодил силен в воде. Это очень хороший урок пуранический. Это могут объяснить великие очарии прошлого учителя. Нужно учиться этому. И поскольку он был в воде, но он все-таки надеялся на свою силу, вступил в схватку, он подумал, я все-таки смогу одолеть этого крокодила, я сильный слон. Он верил в себя, у него была гордость своей силой. Что веды говорят? Если вы очень сильный пловец, вы мастер спорта, вы на самом деле прославленный пловец, вы все равно не переплывете океан, вы все равно утонете в океане, не сможете. Океан материальное существование вы не пересечете собственными силами. Или другой пример, можно ли переплыть океан, держась за хвост собаки. Такой пример веды дают. Собака не лучший пловец, знаете. Она хороший пловец, но не лучший. Неизвестно, кто быстрее утонет, человек хороший пловец или собака. Вот такие примеры дают веды. Поскольку мы с вами находимся в океане материального существования, мы в опасном положении. Нам нужна почва под ногами. И почва под ногами это корабль знания, трансценентного знания. Даже если ты самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансценентного знания, ты освободишься, пересечешь океан материального существования, рождения и смерти, говорит Пуран. Но слон Гаджендра из-за гордости забыл на какое-то время схватка продолжалась сотню лет по райскому исчислению. Это интересно то, что там много райских жителей. Все они тоже наслаждаются жизнью. И они впервые видели такую историю в раю, чтобы такая была схватка не на жизнь, а на смерть. Даже в раю такие беспокойства. Они могли понять, что же это за карма этих двух живых существ. Хотите узнать? Как же такое могло случиться? Ладно, у нас здесь много вражды, это наш уровень. Что сейчас в Украине происходит или в других местах случается? Мы привыкли к этому. На земле войны и мир это обычное дело. Но в раю вы обычно не найдете такого феномена. Там покой и есть определенное счастье, которому можно наслаждаться жизнью. Этот слон в прошлой жизни был царем. Шокадавага с вами видит сквозь время своим разум рассказчик этой пураны. И поскольку он видит сквозь время и пространство, он говорит, в прошлой жизни этот слон был царем, святым царем Раджа Риши. Он недаром попал в рай, поскольку совершил очень много благочестивой деятельности, благотворительности. Он поделивал святых и сам был святым. И в конце жизни царство оставил его, этот трон, достойному наследнику и ушел в лес медитировать. Он был очень близок к совершенству. Уже одной сердце его открывалось как лотос каждый день. Он был так увлечен этой медитацией, что однажды не заметил, как один из мудрецов пришел к нему башером в лес. И он не заметил его медитации, не выразил никакого почтения. Волей-неволей он совершил оскорбление. И мудрец сказал, за такое оскорбление ты родишься слоном, но это принесет тебе благо. Ты излечешь урок и покинул это место. И царь Индродюмна стал слоном Гаджанрэй. Был царем среди людей, стал царем слонов на райской планете. А этот крокодил злостный, он был гандхаровом, райским жителем, не каким-то могучным полубогом, он просто наслаждался жизнью, а все гандхарвы они поют, танцуют, пьют вино и с абсарами наслаждаются жизнью. Здесь ходят, правда же? Танцевать, пить вино с женщинами красивыми. Но здесь это греховно, непрестижно для предочных людей. А на рейском гандхарвы это их естественная жизнь, не греховно для них. Так что если хотите наслаждаться жизнью, то лучше в рай подняться. Здесь будьте осторожны. Веды говорят, здесь на этом уровне это не рай, здесь мы несем ответственность. Здесь пить вино греховно, а в раю естественно. Там мы тратим свою хорошую карму, законно оплачиваем этот рай. Он законный. Здесь мы зарабатываем карму плохую или хорошую. Рай как отпуск на Черное море. Я недавно был на Черное море. Рай, если деньги есть. зарабатываем в Москве, а в рай на Черное море. Ну а деньги кончаются на Черное море, в раю, снова на заработки. Планета Земля это Москва, а рай это Черное море, где вы тратите и снова Москву на заработки. И иногда можете промахнуться не в Москву из рая, а в Африку скажем, или в Китае, или на Крайний Север. Бывают такие случаи, что рождаются даже на Крайнем Севере люди. И там трудно заработать хорошую карму. Это хитрое сплетение кармы. Этот крокодил был ганхармом и он любил наслаждаться сапсарами в воде, в реке, обнаженными. Пить вино и много женщин, и вы там купаетесь, пьете, обнимаетесь, играете. Ха-ха-хи-хи. Его звали Хуху. Да, так написано. Ху-ху. Ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху. Он так, знаете, себя чувствовал. Ху-ху. Ганхарф ху-ху. И там же в этом месте был мудрец. Вот проблема. Эти мудрецы кругом. Даже в рай не проникают, понимаете? Они контролируют чувства. Что они там в раю делают, спрашиваются? Аскезы совершают. Тут какой смысл их пускать вообще в рай? Они портят там все существует. Этот мудрец делал омовение рядом, чтобы продолжил свою медитацию. Этот ху-ху так разыгрался своей женой, нырнул и по ошибке схватил за ногу мудреца. Хо-хо. Ну, представляете, что ты такой? Он скажет, а что тут такого? Нет, нет, нет. Он схватился с вожделением. Он думал, что это Абсара, женщина прекрасная. Вам приятно это будет? Если вы мудрец, вы скажете, аааа, проклинаю тебя, станешь крокодилом в следующей жизни, вот тебе наказание. Но это тебе на пользу пойдет. Так случилось, что он стал крокодилом по проклятию. И слон Гадженнер тоже был по проклятию слоном. Вот так они и встретились в воде. Осталось 10 минут, вижу. Я успею. Как вы думаете, что было дальше? Дальше очень страшная история, я решил дальше не рассказывать. Чтобы не портить этот вечер, просто, знаете, у нас же свету любовь и дальше будет очень тяжело слушать. Дальше было удивительно. На самом деле, когда Гаджендра надеялся на свои силы, он себя отражуслил с телом слона. Но когда он понял, что сила его на исходе, впервые в жизни он почувствовал свою слабость и в его сердце стал проникать настоящий страх. Он понял, я умираю. Остались считанные минуты моей жизни. Я вспомнил о Нараяне, и Вишну, которому поклонялся в прошлой жизни. Жизнь посвятила этому. И всплыли все мантры, которые сейчас пели, и молитвы. Он вспомнил. Со мной такого не бывало. Со мной был такой случай один раз в Индии, когда всплыли такие вещи, о которых я даже не знал никогда. Это потрясающе было. Я даже не знал, что это есть у меня. Такое случилось с Гаджендрой. В этом страхе, страх настолько толкнул его к Богу, что он понял, это не крокодил, причина моей смерти. Это лишь непосредственная причина. Он тут ни при чем. Это закон времени. Крокодил ли это? Болезнь ли это? Или просто время? Вы должны уйти из этого мира в какой-то момент. И все. И кто же может управлять временем? Только Вишну. Вишну способен. Он и есть время. Он и есть время. Создающее, поддерживающее, разрушающее. И он вознес все эти молитв, вспомнил на санскрите. И хоботом сорвал благоухающий лотос и стал предлагать Нарайана, Ом, Нарайана, Ом, со слезами, с любовью на глазах. И в ту же секунду небеса разверлись. И со свистом, знаете, звук, когда гору долетит, тысячекрылая птица, транспорт Вишну. Свет. Сверхсвет. Весь рай. Нарай не видел явления вообще. Даже в раю стало светлее. И на спине стояла такая прекрасная форма блаженная, вооруженная в четырех руках. Диск. булава, цветок лотоса. И раковина. Этот звук очистил весь эфир. Все самые дурные мысли, все самые боли, все ушло от этого звука. Гажендра был в восторге. Для него уже не существовало ни крокодила, ни озера, ни его родственников, которые не могли ничем ему помочь. И как только Господь Нарайона опустился, приблизился на одной лишь рукой к Гажендру. Он на берег с крокодилом вместе. Сударшаны. Крокодила пополам перерезал. Одновременно, Шукадавагосами говорит, из тела слона появилась подобная на районе форма души Гажендра. Точно такая же, как Вишну. А из тела крокодила появился Гантаров Хуху, который склонил голову, сажал ладонь, сказал, спасибо, что избавил от этой ужасной формы жизни, от этих алчных мыслей и качеств. Я благодарен тебе и ушел на свое место. Такая потрясающая история. Это Пурана. Ачария говорит, нужно слушать Пураны. Меньше слушать новости. Многое беспокойство уме слушать Пураны. У нас появится опыт духовной жизни. Просто по слуху. философия станет легким делом. Постепенно сможем объяснять деятельность, которая происходит вокруг нас, наши поступки, сможем понимать, почему происходит это так, а вот это по-другому. Почему иногда я хочу что-то сказать, я говорю что-то другое? Почему иногда я ошибаюсь, иногда говорю не в попад, иногда, не зная того, говорю правильные вещи и даже не обращаю на это внимания? Почему иногда я не ценю тех людей, которые оказываются для меня самыми важными в жизни? И я лишь узнаю это с годами. Почему я в жизни пропускаю настоящую любовь? Вопрос, что мы слушаем? Материальный звук обязательно нас отвлечет от истины, говорит, слушайте трансцендентные звуки, Пуран. Особенно Боговато Пуран. Поэтому на самом деле можно называть такие встречи света и любовь, потому что они развивают нашу способность слышать сердце. Я всегда этому удивляюсь в Индии, следую лекцию в Индию для русскоязычных, собираются тоже залы, на фестивалях, много людей приезжают. И русскоязычные сидят и слушают, потому что они понимают. Но так же приходят индусы и тоже слушают. Все смеются, и они смеются, все аплодируют, и они аплодируют. Я потом спрашиваю, вы понимаете русский? Нет. Матода переводил? Нет. А как же вы? Два часа слушали. Слушаем сердце. Еще и так понятно. Я всегда удивлялся этой способности слушать. Но это культура древних. Прежде всего, человек должен уметь слушать. От этой способности зависит его вся жизнь и будущее. Хотите, чтобы судьба сложилась благоприятной? Учите слушать. Всех, с кем вы общаетесь, учите их слушать. Хотите нравиться всем людям? Учите слушать людей. Вас будут любить все. Ваша судьба станет прекрасной. Всего слушать и понимать, слушать и понимать. Этот процесс слушания приведет нас к совершенному источнику. Как Пураны передаются. Я слышал, когда-то мудрецы собирались, и они отвечали на твой вопрос вот так, так, так и так. А те мудрецы, знаете, когда рассказывали, говорили, что а я слышал еще раньше на затворение на этот вопрос ответил Брама творит вселенную вот так, так, так и так. А Брама говорит, а я когда спросил об этом, Вишну сам мне сказал то-то, то-то и то-то. Вот это настоящее слушание. Оно всегда приводит к совершенству, если мы слушаем искренне сердце. Это называется свет, любовь из нашего сердца. Спасибо большое.